Контактная притравка Дело в том, что именно с этим выражением, этим вполне таким техническим до недавних пор термином связан прецедент, когда весь народ в едином порыве стал в качестве некого инициатора некоторых изменений в качестве принятия определенных законов. Так или иначе связанных с определенными аспектами жизнедеятельности на нашем северном регионе. Мы начинаем программу «Народный контроль. Быть или не быть охотничьему собаководству». Ни для кого не секрет, что, друзья, я в подводке сказал, что контактная притравка – это до недавних пор чисто технический термин, который использовался в основном у разведенцев, которые разводят определенные породы собак. И в силу своей специфики, ну, имеет чисто ограниченное такое применение. Это не массовое явление, когда на городские площади выводят привязанного на цепь медведя и начинают его массово затравлять собаками. Абсолютно такого нет. Ни для кого не секрет, абсолютно, что в нашем регионе, и не только в нашем регионе, Камчатка тоже стоит в одном ряду, Иркутская область. Медведи настолько уже привыкли к запаху человека, к тем, скажем так, факторам, которые создают хозяйственные деятельности человека, что они выходят на дорогу, чуть ли не конючить еду. Медведи – это опаснейшие хищники, которые каждый год уносят определенное количество жизни в тех регионах, которые практикуют традиционную охоту, рыболовство, туризм даже. И с этим связанный вот этот проект закона, который собирается, скажем, после работы согласительной комиссии, работа, которая продлена до 10 февраля, принять закон в том или ином виде. Давайте вот как наш регион, как Якутия наша, может повлиять еще раз на качество принимаемого закона, чтобы его потом не гоняли туда-сюда на поправки. Потому что поправки обязательно будут, как сами же российские парламентарии говорят, это абсолютно невыполнимый закон. Давайте вот мнение наших участников. Начнем с Захир Петровна. Давайте с вас. Все-таки вы больше всего с ведущей. Как работает вот эта согласительная комиссия? Давайте вот. Ну, на сегодняшний день согласительная комиссия, как они утверждают, председатель профильного комитета по природопользованию Государственной Думы. Ну, и он одновременно является председателем согласительной комиссии. Они утверждают о том, что на сегодня как бы они пришли, потому что контактная притравка будет. Но в том плане, что медведь должен быть без ошейника и без цепей. То есть это определенный вольер должен быть, ну, в определенных размерах. И в этот вольер запускается собака. То есть на сегодня мы увидим ее в своем, вот как она будет работать. То это невыполнимая задача того, что гибель собаки однозначно, но и в то же время этот же медведь, ему всего доли секунды, доли времени, минуты надо, чтобы медведь оттуда выскочил. Он может, да, просто выскочить. И поэтому еще до сих пор как бы они правила, во-первых, если вот такое допустить, что не это такое явление, которое невыполнимое, да, то и, соответственно, другие правила испытаний должны подготавливаться. Но на это уже это определенное время пойдет. До сегодня это у нас контактная притравка, как они называют, да, это испытание, получается, тренировка собак, селекционный отбор, ну и племенная работа вводилась, да. И там, естественно, в 73-м году было утверждено правило испытаний и состязаний Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, ну тогда еще РСФЦР, да. Ну и далее эти правила испытаний, они усовершенствовались. И также утверждались Ассоциации Росохот-Рыболов Союза. До сегодня это была прерогатива общественной организации охотников и рыболовов. Это их структура того, что именно по охотничьим собакам племенную работу вводили. И на сегодня мы ее видим в том, что многие регионы, которые откликнулись на этот законопроект, мы все против, что она никак не может... Якутия не одиноко в своем желании, скажем так, слегка модифицировать проект закона, да? Да. Якутия не одиноко. Я хотел бы вначале, пока я не забыл, да, довести позицию наших зоозащитников, которые, я не знаю, может они сталкивались с животными только в зоопарке, да, либо в каких-либо шоу умилительного плана, либо под животными они понимают только левреты. Они не сталкивались, возможно, с хищниками в родной их сфере обитания и так далее. Они называют это каким-то кровавым шоу, которое призывают остановить. Это их позиция. Это их позиция. Это их позиция. И они мотивируют тем, что видео, вот эти материалы гуляют в интернете, где-то что-то взятое. Но, возможно, даже если это взято, то это определенное шоу. То, что у нас есть вот эти испытательные тренировочные станции, станции, они по всем документам, по всем параметрам, именно утвержденным правилам они проходят. И это далеко не шоу. Там как раз-то при натаскивании охотничьих пород собак, это у нас в основном лайки, работает с медведью, там, естественно, оценки, рабочие качества оцениваются. И оценки ставятся именно экспертами не ниже второй категории. И даже я, который поверхностно знаком с собаководцами и так далее, знаю, что есть определенная порода собак. Называются они служебные, да? Они либо работают на наркотики, либо работают на... То есть по их логике надо остановить, скажем так, тренировку вот этих собак. Служебная собака, она какая? Она может не обращать внимания на себе подобного, да? Но будет работать на человека. Да. Определенное качество вот такого плана, они выводятся годами, поколениями, да? Да. И всю вот эту работу нужно оставить. Вот человек, который в развитие охотничьего собаководства вложил немало своих лет своей жизни, да? Немало своих личных средств. Тогда, Александр, ваша позиция по этому вопросу. По этому законопроекту мы, как работники, которые держат этих медведей, питомник против этого закона. Слава Богу, наши парламентарии помогли нашим начинаниям. Вячеслав Анатольевич Штыров, 78 наших сенаторов тоже поддержали нас. Поэтому наш законодательный комитет тоже нас поддержал. Поэтому мы всячески будем остаивать свои права, будем работать. Мы свои, смотрение наши законы, которые мы хотим занести в новый законопроект, уже отправили в Госдуму. Сейчас занимается вот эта согласительная комиссия. Надеюсь, наши мнения учтутся. Ну и закон. Александр, у вас очень спокойный тон, да? Давайте я вас провоцирую немного, да? Давайте. Некоторые говорят, это ваш, скажем так, финансовый интерес. Вы на этом зарабатываете деньги, вы на этом делаете неплохие деньги. Давайте мы... Что вы можете сказать, используя трибуну национального телевидения, вот тем людям, которые обвиняют вас излишней, скажем так, коммерциализацией вот этого явления? Это глубоко не так, потому что вы сами понимаете, создавать любой бизнес в Якутии, это в три раза дорого. Я, чем в Центральной России, содержать этих собак, медведей, сколько кормов, сколько забот нужно. Потом зарплату надо выделять своим работникам. Никакой тут коммерции, бизнеса я вообще не знаю. Спросите любого охотника, спросите любого любителя, лайчатника, который к нам приходит. Это экономически невыгодно. Еще раз говорю, что это не бизнес далеко. Это наша идея, энтезоэсты, любители лаек, охотники. Своими силами все это мы сами организовали. И вот в итоге, получается, наши депутаты, избранные нами депутаты, стараются это все урезать, закрыть. Я отлично понимаю родение Александра Николаевича за те уникальные качества нашей якутской лайки, которые поколениями, столетиями воспитывались в данных животных. Которые могут не то чтобы противопоставить себя, просто размерами они несоразмерны. Но, скажем так, в тех или иных условиях, когда либо охотник идет в тайгу, либо туристы, сопровождающие группу, именно такие собаки становятся залогом просто выживания. Залогом спасения. Вот давайте спросим товарища Кононова. Как вы видите развитие служебного собаководства, если будут какие-то ограничительные такие меры? Давайте, вот ваше мнение. Ну, если вот ограничить, вот такой вот, имею в виду, ИТУС, закрыть, то племенная работа с собаками, ну, все становится. Не то что племен, ну, вся охота, считаю. Ну, мы, все, эта работа с собаками, ну, охотничьим собаками, все это становится. Потому что у нас сейчас, ну, там на Западе, вот на этих, они же как вот зоозащитники же тоже есть, но они вышли, они, их финансирует Запад. Поэтому они вот становятся, ну, кто финансирует, тот и диктует. Ну, и вот у нас, вот, например, 2007-2008 годов, вот начали, почему мы с Медведей начали? Вот почему именно вот хотим, вот, лайок медвежатников, да? Ну, у нас, видите ли, из 100 собак, одна или две собаки пойдут на Медведя. Потому что у нас развелось очень много Медведей. Ну, как вы знаете, каждому году все больше, больше. Никто, например, эти запреты, лицензии, там, штраф по 300 тысяч, например, там Медведя убил, пожалуйста, 300 тысяч плати. А кто, поэтому охотники, ну, кто-нибудь, они не хотят этого. Ну, кто будет в такие деньги? Поэтому вот... По статистике охраны природы, Медведей стало намного больше, 17 тысяч Медведей. Для одной республики это очень огромное количество. Для нашей республики, где ведется вот сельхозяйственные работы, вот, например, оленеводство, та же коневодство, это очень большое количество Медведей. Сейчас начнется весной, опять шум, гам поднимется, где-то задрали кобылу. Да, травежь и падение вот этого животного. Поэтому тут, я думаю, надо как-то подойти сообща с охотинспекцией, с Министерством охраны природы. Какие-то моменты, вот, весеннее время, когда начинается отель этих оленей, там, жеребята, когда появляются, надо какие-то разрешительные вот эти моменты, мне кажется, открыть. И то, что вот на этих ИТСах, именно на Медведя, почему у нас только Медведи, так как у нас нормных собак количество гораздо меньше, и именно вот, если... Барсуков у нас нет, попросту, да? Барсуков у нас нету. Также и кабанов, это специфическое животное, которое мы ее не возим, да. У нас только Медведи для контактных трактов. Именно Медведь, но, тем не менее, собака именно обязательно должна быть Медвежатником. Это тоже неправильное вот мышление. Считаем мы, что собаку мы выпускаем на Медведя не для того, чтобы он просто лаял, да, а он именно выходит по кровному следу Медведя. Кровный, что значит? Именно по запаху он его находит. И именно там он ничего не кусает. Обязательно ее работа заключается в том, что она собакам Медведя должна посадить. На этом уже все. Эксперты уже сразу же говорят, облаивание, и она садит Медведя, то есть уже хозяин забирает собаку. Должен позвать собаку. Не за шкирку там брать, да, а именно позвать. То есть собака должна знать все команды. Это тоже учитывается. И учитывается, это и баллы ставятся именно по оценке рабочим его качествам. Получается, у нас более 20 оценок ставится. После всего это суммируются эти баллы. И получается, что мы именно готовим собак рабочие качества для охоты, именно на животных. Не говоря не только о Медведя, но и об остальных. Далеко не надо ходить, представители Минприроды здесь. Давайте, вот предложение Александра, которое определенные сезоны, скажем так, снять ограничения по части... Да, какое-то время хотя бы, да. По части, скажем так, птичников. Малков, медведей именно. Как бы, медведь, это тоже охончий ресурс. И регулируются все вот виды охоты и так далее. Регулируются вот федеральными законами. Как бы, и мы все действуем в рамках этих законов, да. То есть, чтобы что-то надо делать, надо изменить закон, во-первых. Ну, у нас есть сезон охоты, например, вот весной, есть охота на медведя, это охота на санцеплёки, да. Вот весенний срок охоты имеется, любительская, например. Также мы всегда оперативно даем разрешение на регулирование сразу, да, если имеется угроза со стороны медведя. Возникает угроза, там траверш, там и так далее, угроза жизни и здоровья человека. Вот в прошлом году у нас было 167 решений, мы выносим решение и потом вот выдаем разрешение, да. И добыто 43 медведя. А так вообще... Это по республике, да? Да, и а так траверш медведями очень большой. И каждым годом растет, между прочим. 520 оленей, домашних задрано, 43 лошади, 25 коров, 5 нападений было. На людей, да. На людей, да. Да, три с нанесением травм. Трагическое было в прошлом году. Там в прошлом году было 5 нападений на людей и один со смертельным исходом. В Жиганске? Нет, в Жиганске это просто нападение было. Трамм с нанесением травм. Нет, охотника он убил. Охотника он убил. Ага, потом помощники, родственники этого охотника приехали и добили этого медведя. Это в Жиганске, в Бестяхе. Да, и еще был случай в вахтовом поселке, в Сунтаре, там вообще страшно. Около вот, ну, вахтового домика, полка, да, около него там унес человека вообще медведь сразу. И вот эти бедные геологи там недели не могли выйти с вагона. Потому что это медведь где-то тут рядом. Ну, вообще страшная такая ситуация была там. Ну, в принципе, да, зная вообще, все мы каждый год ходим по ягодам, по грибам, выезжаем каким-то образом, соприкасываемся с природой. Мы знаем, что наш регион, это отнюдь не Белгородщина, да? Наш регион отнюдь не там, не Ленинградская область. И здесь могут и должны определенные моменты работать слегка иные правила. Иначе просто... Да, вот это должно сработать. Потому что 17 тысяч медведей, это во сколько раз? Какие данные 2-3 года тому назад было? Это катастрофа, можно сказать, да? Это не точно. Ну, мониторинг медведя затруднен, да? Требует больших затрат, в связи с тем, что на него невозможно провести зимний маршрутный учет, потому что он в спячке, да? В спячке, да? В спячке, да. В спячке, да. И поэтому в основном используется анкетно-опросный метод. Кто где видел, да? Да, в основном так. И некоторые вот научные исследования с методами экстраполяции делаются, да? Ну, то есть это не точно. Но, по идее, надо вести вот научные исследования вообще, которые вот, ну, как бы, финансово имеют, да, большие затратные, да? Поэтому надо предусмотреть средства, программы по медведю. То есть это требует большой работы, по идее. Все-таки очень хорошо, что и общественность, да, практикующая общественность, и различные общественные структуры, и парламент наш, да, он, как бы... Я такой единичный редко когда видел, да, на самом деле. И очень хорошо, что рабочая комиссия нашего парламента, постоянный комитет, направил вот то обращение в Государственную Думу, на основании которого, ну, сформулирована позиция республик. Елена Христофовна, говорите. Как только была информация о том, что обсуждается федеральный закон, и этот законопроект остановлен, нашим сенаторам мы, конечно, обратили внимание на то, что за закон это, и в чем суть, и что полезного, что такого может в будущем принести этот закон. Если при принятии. Ну, сегодня я, например, я член комитета профильного по экологии, предопользованию, и с позиции оленеводов и охотников смотрю на эту проблему. Если, вот, мы говорим для людей, которые проживают в деревнях, ну, это собака, ну, это как друг человека, а для тех, которые в тайге, это вообще, это как член семьи, и охотник, и все. Прошу прощения, что вынужден перебить именно вас, но сразу после рекламной паузы мы вернемся к нашему очень и очень живому обсуждению от того проекта закона, который рассматривается сейчас в Государственной Думе и Совете Федерации. Увидимся. Мы продолжаем программу «Народный контроль». Я рассматриваю ситуацию, когда беспрецедентную возможность, впервые в истории, по крайней мере, на моей памяти, когда и общественность, и представители профессионального сословия, и парламент, и общественная организация выступает единым фронтом за определенного рода поправки к проекту закона о... Как он называется вообще правильно? Проект закона? О внесении изменений в федеральный закон об охоте и сохранении охотничьего ресурса. Да, связанную с тем, выживет или нет охотничьего собаководства. Я вот сформулирую так, понятно и быстро. Мы остановили выступление Елены Христофоровым. Давайте вот еще. Дело в том, что вот этот законопроект был внесен, значит, на рассмотрение Государственной Думы без обсуждения на уровне регионов, как принято по регламенту Государственной Думы. Если бы этот законопроект поступил чуть пораньше в наш парламент, конечно же, мы обычно обсуждаем законопроекты, которые должны быть приняты. То есть буквально перед фактом поставили? Перед фактом, поэтому вот такой резонанс, наверное, получил. И сейчас все обеспокоены тем, что... Вдруг этот законопроект примется. То, что сенаторами приостановлено и сейчас дается возможность согласительной комиссии работать над данным законопроектом. Правильно. Но позиция нашего парламента единая, чтобы эти полномочия, полномочия по этим, значит, станциям, да, этим пунктам были... И вообще правила введения вот этих пунктов были переданы регионам. Тогда бы мы сами здесь осмотрели и со всеми отрегулировали бы. И как там в наших, да, этих районах, оленеводов, с позиции оленеводов, охотников. Там же у нас этого... Мы далеко не Москва, не Украина. ...этих станций у нас. Да, нет. Нету. И что, вчера же чуть беда не случилась. А расскажи вот в Оленевском районе. Да, вчера нам в WhatsApp сообщение пришло, да? К оленеводам в палатку забрался волк. А оленевод чудом остался жив. Застрелил волка. Видимо, больной волк. Нет, собака, собака не обученная была. И потом собак-то сейчас молодые люди не обучают. Да, да, да. И вот правильно сейчас сказали, из 100 собак можно одного-двуху только признать таким от природы охотником. Это одаренным. Генетику его разбудить, генетику собаки. У каждой собаки, собака, она охотничая. Именно вот когда ведется племенная работа, у его родителей могут быть кто-то в роду медвежатник, кто-то на лосях, кто-то на соболе. А если собаку держать, вот, допустим, для городских, это не говорят только о городских охотниках, но и, получается, районных центрах охотники. Они же не каждый день же, выезжая на охоту, или не каждый день они находятся на природе. Да, получается, собака как охранное вот существо, вот оно сидит. И поэтому, когда именно при станциях, да, вот эта работа, именно рабочие качества открываются у собаки, то смело можно сказать, что даже не говоря только о охоте... Это можно только приветствовать. Да, приветствуется. И собака, получается, не только на охоте нужна. У нас же в том году и позапрошлым году получалось, что даже дикоросы закрывали же. Запреты были в некоторых районах, населенных пунктах. То есть можно это хозяева, это не говоря только о охотниках, можно и... Об обычных жителях. Да, об обычных жителях. Мы вообще здесь не должны оправдываться. Вот перед кем мы оправдываемся? Мы живем так, как нас диктует нам жить природа, да? Почему какие-то московские ребята должны учить нас жизни здесь, да? Вот, к сожалению, здесь все гораздо глубже и печальнее. Потому что есть определенная тенденция. Вот им там внутри Садового кольца, вот в модных пиджачках, да, им хочется интегрироваться в европейскую культуру, да? Охоте на барсуков. А это, я считаю, это диверсия против национальных культур. Потому что начинать надо с национальных культур. Вектор должен быть направлен в другую сторону. Вот из национальных культур должна складываться некая единая культура, да, которую можно назвать общечеловеческой. Мне кажется, это так. Потому что есть законы природы, а есть законы, придуманные людьми. Но главные-то законы, и мы живем по законам природы. Поэтому будьте любезны, обращайте внимание на нас, спрашивайте, как мы живем. Как могут люди в Москве, которые воспринимают медведя, как этикетку на конфетке, которой они закусывают виски, да, сравнивать с людьми, для которых медведь – это опасное животное. Сейчас очень много вообще спекулируется на любви к животным. И когда слышишь о таких законах, а что вы вообще так остановились-то? А давайте вообще серьезнее бороться. Вот есть тушенка, да? Для тушенки же надо убить животное, да? Вот давайте, парламентарии, у меня к вам предложение. Давайте издадим закон. Пусть теперь свиньи и коровы будут рождаться прямо внутри банок из-под тушенки. Пусть будет такой закон. Вот то, что я предлагаю, это сродни той глупости, которую мы слышим в этом законе. Ну вот мы сегодня видим то, что охотничьих собак запрещают, но и уже ожидается, когда при рассмотрении в трех чтениях этого законопроекта уже было слышно то, что гораздо большее количество охотников в России – 3,5 миллиона. Откуда они такие цифры взяли? Это имеющие членские билеты? Да, имеющие федеральные образцы билеты. То есть этот билет давал то, что мы сегодня понимаем, что это количество охотников посчитывали по регионам, а животных меньше. Откуда вот такие цифры идут? И вообще ужесточить закон об охоте. То есть получается на сегодняшний день это собаки, запрет охотничьих собак, это получается запрет вот этой рабочих качеств, да, обучать собак. Получается, что мы завтра, возможно, проснемся, то, что у нас охота может быть и запрещена. Все к этому и идет. Они не учитывали, когда этот законопроект принимался, они не учитывали мнение регионов, не учитывали даже, тут получается, уже нарушили конституционные права законодательных органов-субъектов Российской Федерации. А к этому нельзя разве придраться и воспользоваться этим поводом заставить еще раз пройти вот эту вот процедуру уже по новой и в правильном порядке. Вот я хочу добавить, мы обязательно в ближайшее время проведем общественные слушания. То есть мы позовем людей, которые действительно кровно заинтересованы в том, чтобы у нас была нормальная естественная жизнь. И мы постараемся, чтобы люди высказались, мы соберем, как-то обобщим эти мнения и постараемся, чтобы нас все-таки услышали. Андрей Федорович, а это можно сделать в срок до 9 февраля? Это надо сделать. Это надо сделать? Это надо сделать. Мы обязательно сделаем. Вы гарантируете? Да. Отлично. Ну и сегодня я вижу того, что на сегодняшний день это прерогатива как бы вот только вот охотничьих собак сказано, да? Но получается, когда закон вот в целом об охоте, он работает на сегодняшний день не во всех регионах. Можно сказать, и в нашем регионе он очень слабо действует. А закон сделан не для людей и не учитывается мнение охотников, мнение общественности. Просто сказано было сделать и все. А оно получается как бы вокруг МКАДа, да? Да. Получается. Ну, то, что, скажем, у всех было на уме, озвучив присущие ему, скажем так, рематурные фигуры. Поэтому я считаю, что надо внести, пришло время, конечно, сейчас очень много проблем по выдаче разрешений на охоту, также по срокам, изменения сроков охоты. Вообще пересмотреть закон охоты, да. Мы считаем, что пришло время, да, внести поправки в закон, существующий закон об охоте. Уже с учетом мнения жителей республики, ну и с учетом того, что роль и деятельность на сегодняшний день общественных организаций охотников и рыболов пора уже возобновлять. Я считаю, что это касаемо не только об охоте, не только о собаке, но и рыбаки. У нас, получается, вот простые обычные любители, охотники, рыбаки, получается, они остались за бортом. Не пора ли их объединять и действительно не пора ли уже восстанавливать работу, деятельность общества и в том плане, что надо внести поправки в закон об охоте. Тогда бы действительно и работа нормально шла бы, и закон об охоте уже нормально бы работал. Елена Хрисовна, а это реально вообще инициировать? Реально, это должна быть инициатива и сообщественных организаций, они могут выйти в профильный комитет со своими предложениями, круглый стол, после круглого стола рабочая комиссия создается и работа над законопроектом. Вот как раз, пользуясь случаем, законопроект обсуждается, принимается сети государственные, направляется в Госдуму. По ценам лицензий, по срокам, в районах тоже. Вот эти моменты, которые касаются рыбалки и охоты, можно было все вовремя как-то собраться, согласовать. Нет, нет, чисто в этом вопросе я опять же какое-то отсутствие логики вижу, да, еще раз. Приведу пример. Вот я в начале передачи говорил, есть служебные собаки, да, функция которых охраняет, к примеру, заключенных. Для того, чтобы они нормально охраняли заключенных, их натаскивают на людей. Почему никто из каких-то комитета по защите прав человека и так далее не противится этому? Почему не говорят, нельзя там нарушать права человека определенного, пусть даже облаченного в защитном костюме и так далее, чтобы на нем не тренировались служебные собаки? Дмитрий, вы знаете, а еще вот то, что вот именно сегодня защита медведей и животных, да, получается, а собака разве не животная? Они эту вот часть-то, например, смотрели, медведь же гораздо 5 раз больше собаки, среднего роста собаки, да, и также уже он 10 раз тяжелее собаки. Он же ее собаку-то в один мег же может порвать, а почему-то вот не жалко же никому собаку. Собака-человек. Одно время говорят одним устом, то, что эти бродячих собак им жалко, куда-то вот эти настанции свои относят, да, а почему не жалко вот охотничьих собак? Охотничьих собак, ага, вот тоже интересно. Собака-человек, у меня предложение, чтобы сохранить собак и как-то найти контакт с нашими депутатами московскими, давайте пригласим их сюда и вместо собак запустим к медведю за ограду. И вот посмотрим, как они будут себя вести, помните полосатый рейс, когда видняжка вон оказался внутри с львом, вот будет, наверное, что-то похожее, вот хочется на это посмотреть. Вот станции, например, да, почему вот про испытательные станции, да, вообще предтравку говорят, предтравку, ну зачем так говорить, мы собак не травим на медведя, мы их обучаем. Обучение. Обучение это идет, потому что, например, вот насчет, говорят, племенная работа не нужна, зачем племенную работу сравнивать с этим, травлить, да, а как иначе обучать, вот медвежатиков, собак, да, например, там на это, на испытание, например, ну сколько там, ну пусть будет 20 собак, ну от 21 собак, одна-две собаки будут хорошо работать. И вот выбираешь оттуда самых лучших таких, потом уже от этих собак двух, да, мы уже идет племенная работа. Это очень долгая, кропотрывая работа. На охоту, например, охотник идет без подготовленной собаки, потому что нету таких собак. А сколько собак погибает? Вот в станциях сколько собак погибает, Александр? На станции нет. При мне, в моем станции вообще никогда. У нас в республике две станции охотников, сколько собак погибает, а просто на практике гораздо больше. У нас на двух станциях вообще не было такого случая, чтобы медведи там собаки порвали, или собак медведь порвала, нет такого. Такого нет. Да, прежде чем, чтобы вот это вот испытание провести, у нас ветеринары осматривают не только вот у собак, собаки это не наши, это, получается, частные собаки, да. И у всех собак есть ветеринарные справки, также у нас это строгий контроль, ветеринарный контроль медведей, да. И перед вот именно испытаниями обязательно проверка идет. И ни один эксперт не допустит, где медведь больной, или что-то такое, или собака больная, чтобы они контактировали, не было такого. Вы говорите, у нас в республике две станции, да? Две станции. Ваше мнение, было ли бы, хорошо, у нас же огромное количество и охотников, и людей, которые просто, ну, хотя бы даже по ягодой выходят лес, да? Было ли бы лучше, если бы станции этих было больше? Конечно. Было бы лучше. Да, намного лучше было бы. Вот так регионально. Получается, у нас Заречи, Зареченский, вот, обслуживает Кыман станция, и также вот в городе Якутске. Она вот эту сторону, вот, центральный район может, да? Ну, и можно было бы в Иллюйскую группу районов. Это было бы отлично. Почему северальный никто не скажет? Ну, и даже в Иллюйский, Миконский, Момский, Алданский район. Тут у нас регион очень большой по площади, поэтому тут, мне кажется, Тимофееву, да, она говорит, тут раз по телевизору выступала. Она говорит, с выколотыми глазами медведя выпускает, говорят. Она так сказала, просто по телевизору, выколотыми глазами. Они это вот какое-то видео-то. А как-то слепой медведь зайдет в этот с собаками, там драться будет. Так они показывают даже на норных, вот это у лисы морда завязанная, перевязанная скотчем, и туда собак натравливают в какое-то вот помещение маленьком, да? Это получается два на два, на этом помещении собаки прямо рвут вот это лисо. Но такого ни один эксперт не допустит. По норным собакам тоже есть свои нормативы. Поэтому мы считаем, что это бред какой-то. Мы вот в Москве, да, охотных хозяйствах были, в Москве. И вот на других охотных хозяйствах, но были, я был там, участвовал. И ни разу не видел там выколотыми глазами медведя, когтями вырванными. И зубами, клыками вырванными. Я ни одного не видел. Ясно. Хорошо, Александр Васильевич, давайте подытоживая наш разговор, к сожалению, 40 минут уже поистекают, да? Я желаю всем, и парламентариям, и общественникам, и тем более представителям профессионального сообщества, которые задействованы в процессе, в том, которым тысячи и тысячи мужчин вовлечены, да? Это охота, рыбалка. Огромная сила. Чтобы все ваши усилия были не напрасны, и чтобы, скажем так, те органы законодательной власти, которые сейчас отвечают за принятие вот этого закона, обязательно прислушались к вашему мнению. Я не думаю, что Якутия одинока. Есть Камчатка, есть Иркутская область, есть Алтай, Новосибирская область, и многие-многие другие, которые рассуждают вполне здраво, вполне... Их жители тоже ходят в лес, да? И там, возможно, могут столкнуться с медведями. А почему мы берем качество медведей? Извиняюсь, у нас барсуки, как Александр Васильевич говорит, не водятся, да? Ну, извините, да? У нас водятся полярные волки. Медведи. У нас водятся медведи. Проблема медведя. А проблема медведей-то не только в России, сейчас проблема медведей по всей России. У нее медведей-то нет, леса-то нет у них. По всей России, кстати, тоже и в центральной части России такая же беда. Хорошо, давайте мы продолжим наше обсуждение уже в социальных сетях, поскольку многие из нас являются активными участниками. И еще раз, срок остается до 10 февраля. До 9 февраля. В следующем феврале мы проведем общественные слушания. Общественные слушания уже и все участники с охотой примут участие в этих общественных слушаниях. Я благодарен всем нашим участникам. Закира Петровна, отдельно вам спасибо. Елена Христофоровна, Андрей Федорович и уважаемые представители профессионального сообщества, товарищи Смин охраны природы. Это была программа «Народный контроль», которая рассматривала беспрецедентные случаи, когда все буквально как один встали за отстаивание тех интересов жителей республики, которые не на словах от нее, и не в зоопарке, и не видев антика на конфиске, сталкиваются с ужасным хищником. Медведем. Который в своей стихии и в тайге способен на многое, на ужасные вещи. Программа «Народный контроль». Увидимся ровно через неделю. Продолжение следует...